Несколько дней остается до 1 сентября, и в преддверии нового учебного года мы встретились с руководителем Департамента образования мэрии города Магадана Калмагорова Светлана Леонидовна. Это разговор по существу. Здравствуйте. Светлана Леонидовна. Как я уже сказала, через несколько дней 1 сентября. Такая волнительная дата для всех. Для учителей, для родителей, безусловно, для детей. И вот, если говорить о детях, о самых маленьких, о первоклассниках, то сколько первоклассчик набрано в этом году? Ну, действительно, 1 сентября – это такой всенародный праздник, День знаний. И подготовка к нему шла достаточно давно, уже на протяжении нескольких месяцев. Все волнительно было для родителей, для педагогов, для образовательных учреждений. Этот год для нас такой знаковый, это юбилейный год. И, наверное, вот за последние 10 лет мы набрали наибольшее количество первоклассников. Уже у нас 1250 человек. И они идут еще в наше образовательное учреждение, зачисление еще продолжается. Если говорить о школе, которая набрала наибольшее количество первоклассников, то какие школы города вы можете отметить? У нас лидирует 29-я школа, там уже 107 первоклассников. 91 первоклассник у нас во второй школе. По 90 первоклассникам набрали у нас лицей номер один, 13-я гимназия, 30-я гимназия. Ну, остальные в районе 75-80 человек. Это является хорошим показателем? Ну, это действительно хороший показатель для того, что контингент у нас растет и население детское в городе пребывает. Но проблема в другом, что не все наши кабинеты по площади, наверное, подходят под такое количество детей. И некоторые классы будут и даже переплоднены. А если говорить о 11-х классах, то сколько человек в этом году набрали? Пошли в 11-е? В 11-е классы у нас переведено порядка 600 десятиклассников, а набор в 10-е классы, ну, на уровне прошлого года остался тоже около 600 человек. Это уже, наверное, тенденция. Порядка 60% девятиклассников поступают у нас в 10-е классы, а остальные выбирают для дальнейшего обучения, профессионально-технические колледжи, лицеи, получают рабочую специальность. Если говорить о готовности школ к новому учебному году, что вы можете сказать о школах Магадана? Школы Магадана комиссионно приняты к новому учебному году. Вообще в этом году финансирование на подготовку образовательных учреждений, не только школ, но и дошкольных учреждений, учреждений дополнительных образований к новому учебному году за счет средств консолидированного бюджета составило более 108 миллионов рублей. Сюда вошли не только ремонты работы, но и оснащение, приобретение новых учебников, особенно по линии ФГУОС для 10-11 классов. На эти цели потрачено тоже на учебники около 13 миллионов рублей. В основном регламентные работы, ремонтные, они практически завершены. Где-то мы вот буквально 1 сентября уже завершаем. Погода не дала возможность сделать все, к сожалению, в срок до 20 августа. А если говорить о безопасности школ, то в этом году появились какие-то новые требования, предъявляемые к безопасности школьных, дошкольных учреждений. Опять-таки, по Магадану как обстоит с безопасностью дела? Ну, во-первых, все наши школы имеют категорирование, имеют паспорта безопасности. Дошкольные учреждения относятся ко второй категории, а в первой категории относятся наши общие образовательные учреждения. Ну, безопасность, наверное, такой достаточно широкий вопрос. Помимо того, что существует у нас система контроля доступа в дошкольных учреждениях, существуют во всех учреждениях ограждения. Мы занимаемся его обновлением, дальше доустанавливаем. Существует кнопка тревожной сигнализации, но вопрос был в наших общевыразовательных учреждениях, это все-таки пропускной режим. В этом году в 29-й школе такой пилотный проект мы запускаем. Устанавливаем турникеты. Школа большая, она вторая по численности в городе. Количество детей, которые проживают в этом микроэнде, достаточно большое. Плюс еще на территории школы располагается и школа искусств, поэтому там проходимость очень высокая. Там порядка полутора тысяч человек в сутки. Два входа мы оборудуем турникетами, посмотрим, как пройдет этот проект. Учтем все плюсы и минусы. И на следующий год будем точно так же заниматься установкой таких турникетов в других крупных образовательных учреждениях города. Новые образовательные программы, образовательные дисциплины, которые будут введены в учебном году 2019-2020. Ну, мы продолжаем внедрять федеральные государственные образовательные стандарты. У нас уже в нормальном режиме, в обычном рабочем будут работать первые, девятые классы. В плане экспериментов в шести школах города пойдут внедрение федеральных образовательных стандартов 10-11 классы. Ну, а в дальнейшем тоже все выйдут в нормальный тестовый режим. Ну, в некоторых учреждениях, помимо тех предметов, которые они предлагают, вводятся шахматы. Это у нас четыре школы. Они вводят шахматы в начальном звене. Гимназия английская, 4-я, 14-я, 72-я начальная школа, детский сад. Ну, в ряде учреждений продолжаются театральные студии. Имеется большой спектр дополнительных образовательных услуг. Здесь нашим образовательным учреждениям большую помощь оказывает учреждение дополнительное образование. Не только нашего детского экологического центра и Дворца детского и дружеского творчества, но и учреждения дополнительного образования культуры и спорта. Поэтому, в принципе, задействовать ребенка не только в учебном процессе, но и в досуговой деятельности, возможности очень большие, и родители вместе с детьми могут их выбирать. Главное, чтобы у ребенка было на это желание. Было желание, а мы будем помогать ему развивать это. Если говорить о 11-х классах, о выпускниках, ну, наверное, больна для многих тема, это тема ЕГЭ. Что ждет выпускников в самое ближайшее время, именно вот касаемо единого государственного экзамена? Ну, выпускникам вот этого учебного года, наверное, бояться нечего. Практически остается все на прошлом уровне. Ну, а уже с 2022 года планируют ввести обязательно предмет в формате ЕГЭ к иностранному языку. Бояться-то им нечего, но готовиться уже, наверное, девятиклассникам к этому экзамену надо заранее. И осознанно выбирать и будущую профессию, и выбирать тот перечень предметов, которые необходимо будет сдавать. Ну, английский язык, или это будет немецкий язык, практически наша школа изучает основной язык, это английский язык, русский язык, математика. Это будут обязательные предметы где-то с 2022 года. Если ребенок не успевает охватить всю образовательную программу, все те знания, которые ему нужно усвоить, что делать в этом случае? Ну, как правило, если есть такие проблемы, родители видят, видят педагоги. Особенно в начальном звене есть медико-педагогические комиссии. Это две комиссии на уровне области, на уровне города они функционируют. Можно показать ребенка специалистам, дадут соответствующие рекомендации. И тогда по этой рекомендации в школе под ребенка будет разработана адаптированная образовательная программа, которая позволит ребенку на протяжении ряда лет скорректировать его образовательную траекторию с тем, чтобы он уже по выходе, подойдя к девятому классу, имел соответствующий богат знаний и спокойно сдал итоговую аттестацию. Если в современной школе индивидуальный подход к ребенку, если он гуманитарий или если у него склонность к естественно-научным дисциплинам, как это выясняется, выявляется на базе школы и что с этим делать? Ну вот мы и говорили, что адаптированная программа для той категории, которая у детей где-то в чем-то неуспешен с тем, чтобы ребенка подтянуть. Но есть наоборот очень одаренные дети. Здесь будет тогда тоже индивидуальная образовательная траектория на развитие именно этой категории способностей. Школы в принципе в этом направлении активно и работают. И школа, особенно старшее звено, предоставляет ряд таких вот услуг по этой линии деятельности. Во-первых, у нас есть классы профильные, поэтому если ребенок успешен в предметах естественно математического цикла, ему предлагается такой профиль. И если он наоборот успешен в гуманитарной составляющей, то это будет какой-то гуманитарный цикл. Но есть школа, где имеются и универсальные классы, поэтому здесь кто еще не определился с будущей профессией, особенно в старшем звене, может войти уже в этом классе и пройти его. Ну, нельзя говорить об успехе школьника, не говоря о его наставнике, о его педагоге. Что с учителями на данный момент в Магадане? Существует ли нехватка педагогов, учителей? И как решается эта проблема? Ну, конечно же, вакансии существуют. Я думаю, такие проблемы есть не только у нас в нашем регионе, но и в других регионах Российской Федерации. Миграционные процессы тоже сказываются. Часть педагогов уезжает, но мы пополняемся другими специалистами. В этом году у нас приехали специалисты с Алтайского края, с странных районов Российской Федерации. Ну, к сожалению, мы не получили выпуска из Северо-Восточного государственного университета. Именно педагогов, учителей начальных классов, в систему дошкольного образования не было этого выпуска. Поэтому есть вакансии педагогов именно этой категории. Отмечаются вакансии руссоведов в этом году. Хотя был и неплохой выпуск, но почему-то они все ориентированы на дальнейшую работу по специальности. Вот этот момент мы тоже отмечаем. Несмотря на эти трудности, все предметы, которые есть в учебном плане, они будут пройдены, они будут закрыты педагогами, имеющими соответствующую квалификацию. Ну и Ваше пожелание, надежды на новые учебные 2019 и 2020 учебный год? Ну, я хочу пожелать всем родителям быть спокойнее, поддерживать своих детей, вовремя реагировать на те замечания, те предложения, которые идут от администрации, учреждений, от педагогов, с тем, чтобы им просто помочь, оказать какое-то содействие. Иногда это очень необходимо, даже психологически. Ребята, быть успешными. Школа вас ждет. Школы все готовы, очень красивые. Я хочу, чтобы у вас все получилось, и вы учились только на отлично. А педагогам терпения, мудрости, дальнейшего развития. У нас есть интересное направление национального проекта. Это современная школа, цифровая школа. Поэтому есть куда стремиться и есть как еще развиваться. Светлана Леонидовна, спасибо вам за беседу. Мы были в гостях у руководителя департамента образования мэрии города Магадана Калмогорова Светлана Леонидовна. Это разговор по существу. До свидания.